Обратиться к помощи российских антимонопольщиков и Евразийской экономической комиссии провайдеров Кыргызстана вынудило бездействие операторов связи Казахстана. Около двух недель назад в Астане удалось договориться о снижении стоимости трафика, предоставляемого соседней страной. Однако время идет, а ситуация на рынке не меняется. Казахский оператор один из доводов был, что россияне тоже подняли цены. На сегодня со стороны ФАСА данная информация не подтвердилась. С Евразийской комиссией у нас сегодня достигнуто понимание о том, что скорее всего в рамках ЕС будет составлена дорожная карта по планомерному понижению цены на перспективу. В руководстве антимонопольного органа говорят, что ситуация вот-вот сдвинется с мертвой точки. Послезавтра в Алматы состоится встреча, на которой, как ожидается, и будет решен вопрос. В неформальных беседах операторы Казахстана говорят, что уже принято решение о снижении тарифов. Однако пока все ждут встречи, которая запланирована на 5 октября. Там уже конкретно будет обсуждаться цена, и я думаю, придем к этому. В Астане, когда мы разговаривали, то есть они не смогли обосновывать свои действия, то есть повышение цен. Если и после переговоров казахские провайдеры не пойдут на снижение тарифов, Евразийская экономическая комиссия начнет собственное расследование. ЕАЭК уже рассматривает обоснованность повышения тарифов на интернет. Если будет доказан сговор, операторов связи Казахстана ждет уголовная ответственность. Полагаю, нам удастся достичь результатов и оптимальной цены. Говорить о незаконности повышения преждевременно, так как идет изучение рынка. Мы проводим консультации, рассматриваем доводы провайдеров, которые повлияли на повышение. Если субъекты сами не договорятся, будем штрафовать. Возможно, кто-то из операторов поднял тарифы, а может, это согласованные действия нескольких компаний. В этом случае речь идет о картеле и более тяжелых последствиях для них. Эксперты говорят, благодаря развитию коммуникаций интернет повсеместно должен становиться только дешевле. Как скоро эта мировая тенденция доберется до Кыргызстана, неизвестно. Сейчас, говорят провайдеры, вернуть бы хотя бы тарифы, действующие в начале этого года. Игорь Потанин, Бакытко Шалиев, НТС. Игорь Потанин, Бакытко Шалиев